Мы знаем о роли эстрогенов при раке молочной железы аж с 1800-х годов, когда в некоторых случаях хирургическое удаление яичников приносило пользу пациентам. Яичники, как раньше считалось, оказывают таинственное влияние на другие части тела. И в 1923 году было обнаружено, что эта тайна связана с эстрогеном. Медики ухватились за это открытие и начали вводить его тысячам женщинам с менопаузой, давая тем самым этим женщинам предлог для визитов к врачу. Вскоре появились таблетки и пластыри и медицинские журналы. Например, журнал Американской медицинской ассоциации был забит советами докторов о том, как они могут помочь осчастливить женщин, предписывая им эстроген. Вы можете превратиться из этого в это. Для того, чтобы продлить жизнь женщины, принимайте премарин. Еще в 40-х годах был поднят вопрос, что эта практика может привести к раку молочной железы, отметив, что было бы хорошо разобраться в этом, прежде чем подвергать женщин опасности в массовом порядке. Но риск рака молочной железы не имеет значения, так как убийцы номер один среди женщин, а именно болезни сердца, среди женщин, принимающих гормоны, как заявляют, встречается гораздо реже, что перевешивает возможный риск рака молочной железы. Но женщины, принимающие эстроген, часто имеют высокий социально-экономический статус, и, как правило, больше занимаются физическими упражнениями и ведут здоровый образ жизни. Например, потребляют больше клетчатки и следят за своим холестерином. Может, поэтому женщины, принимающие эстроген, должны быть защищены от сердечных заболеваний? Может быть, это не имеет ничего общего с самими препаратами? Несмотря на энтузиазм докторов в отношении эстрогена, только рандомизированное клиническое исследование может действительно решить этот вопрос. Делим женщин на две группы, первая получает гормоны, вторая – плацебо, и наблюдаем за ними несколько лет. Такого исследования не было до 1990-х годов, когда такое исследование было проведено инициативой женского здоровья. Погодите, почему потребовалось практически 100 лет, чтобы решить окончательно изучить безопасность того, что было предписано для миллионов женщин? Может быть, потому что до этого никогда не было женщины-директора в Национальном институте здравоохранения. Всего через три недели после своего назначения она выступила перед Конгрессом с объявлением «Нам нужна лунная дорожка для женщин», и эта лунная дорожка приняла форму исследования «Инициатив женского здоровья». Бомба приземлилась летом 2002 года. В исследовании было так много данных о инвазивном раке молочной железы среди пользователей гормональной терапии, что было принято решение о его досрочной приостановке. Да, но как насчет проблем с сердцем? Разве их отсутствие не должно было перекрывать этот эффект? Женщины не только имеют больше риск рака молочной железы, у них было больше сердечных приступов, больше инсультов, больше сгустков крови в легких. Известие о том, что женщины при гормональной терапии имели более высокие показатели рака молочной железы, сердечных заболеваний и общего вреда здоровью, застигли врасплох женщин и врачей по всей стране. Эстроген был наиболее предписываемым лекарством в Америке до начала этого исследования, но количество рецептов сразу упало в течение года, так же как и частота рака молочной железы в Соединенных Штатах. Вот данные из Калифорнии. Хорошее снижение роста инвазивного рака молочной железы. Но самая важная часть этой истории в том, почему мы все были так удивлены. Ведь на протяжении десятилетий повторялись предупреждения о рисках, связанных с раком. На самом деле у больных раком молочной железы было так много хлопот в судебных процессах против фармакомпаний из-за того, что препараты содержали предупреждающие надписи. И безусловно, любой разумный врач говорил об этом, когда упоминал о рисках в разговоре с пациентами. Это как предупредительные надписи на пачках сигарет. Если у вас обнаружили рак легких, то вы были предупреждены. И поэтому, если у вас нашли рак груди, не вините фармакологическую компанию. Они предупреждали вас о рисках прямо тут, напрямую. Почему врачи не отговаривают своих пациентов? Даже после того, как исследование вышло, миллионы рецептов по-прежнему продолжали выписываться. «Мы виноваты в огромном числе случаев рака у наших пациентов», писал один врач. «Сколько нужно времени, чтобы мы перестали слушать фармацевтические компании и признали, что мы вредим многим нашим пациентам? И начали менять нашу политику выписывания рецептов? Почему это продолжается, даже зная об ужасных последствиях таких лекарств? Ведь это многомиллиардная индустрия». Несмотря на подавляющее количество доказательств, многие врачи до сих пор считают, что эстрогенные гормоны имеют преимущество для здоровья, не основанного на фактах ощущения, что может быть результатом длительного и тщательно спланированного влияния в медицинской литературе. Десятки анонимных обзоров были опубликованы в медицинских журналах, говорящие о недоказанных выгодах и преуменьшающие степень вреда климактерической гормональной терапии. Они заплатили пиар-компаниям, заказав такие статьи, а затем приписали авторство каким-то несуществующим специалистам. Поэтому гинекологи должны научиться доверять не сладким речам, а доказательной медицине, и считаться с тем, что на самом деле говорит наука, а не то, что говорят некоторые так называемые эксперты. Можно сказать, что нынешние гинекологи распространяют свои советы под действием рекламы, а не науки. Женщины были ввергнуты в заблуждение врачами, которые, в свою очередь, были обмануты фармацевтическими компаниями. Если мы действительно хотим предотвратить сердечные приступы у женщин, простые изменения образа жизни могут устранить более чем на 90% риск сердечного приступа. Таким образом, вместо того, чтобы быть пешками большой фармы, важно рекомендовать здоровую диету, увеличение физической активности и отказ от курения. Вот что действительно принесет пользу для здоровья женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова